Нотердам просто катастрофа или Нотердам просто катастрофа или Исторический собор не в первый раз стоит на краю гибели Фото Global Press.com Олег Шевцов, политический обозреватель труда Все статьи автора Из номера 027 за 19 апреля 2019 года Опубликована полночь 9.19 апреля 2019 года Версия для печати отправить по почте Легендарный собор не вынес реставрацию в эпоху мультикультурализма Непоправимое всегда настигает неожиданно Переключаешь телеканал и видишь огненный столб из-под крыши великого храма Где за годы работы в Париже я бывал сотни раз В прямом эфире полыхает тот самый Нотр-Дам-де-Пари Самый известный и посещаемый туристический объект Символ Франции, переживший гугенотов Нашествие, оккупации, мировые войны и пяток революций А вот реставрацию в эпоху мультикультурализма не вынес Пламя разрасталось под молитвой толпы На глазах сотен миллионов телезрителей На фоне бесконечных включений высоких персон Спешащих поделиться скорбью А пожар шел своим чередом И его тушили, кому положено Браспайты не достают до крыши Тушить авиатехникой запрещено Есть риск разрушить здания и повредить ценности внизу Но они и так уже догорают Кюри церкви плачет Вспоминая дубовые балки перекрытиев и Ивека Мимо которых он спокойно шел днем Теперь именно они дают самый страшный жар 400 французских пожарных действуют самоотверженно и по регламенту С соблюдением норм безопасности Но когда горит символ нации Нужны экстраординарные решения на самом высоком уровне Только Деголя уже нет Обратно себя ответственность никто не готов Эммануэль Макрон в обращении к согражданам говорит о печали Которую он испытывает в эти минуты А тем временем в огонь проваливается крыша За ней шпиль Венчавший собор Потом часы И вот итог Несущие стены Фасады и колокольни собора спасли Все деревянное убранство выгорело Пора разбираться в деталях В день пожара в соборе дважды срабатывала пожарная сигнализация После первого сигнала рабочие с дежурным сотрудником пожарной службы поднялись на проверку Но очагов возгорания не обнаружили После второго сигнала было уже слишком поздно Именно в эти полчаса можно было избежать трагедии Но Теперь все зависит от устойчивости собора Архитекторы обнаружили уязвимости в состоянии северного пилона Его срочно закрепляют Терновый венец Иисуса Христа Привезенный в Нотр-Дам в 1239 году И тунику святого Луи вынесли священники Сейчас святыни в сейфах Лувра Остальные уцелевшие артефакты отправят на хранение в запасники музея Картины 17 Века не пострадали от огня, только продымлены Полотна перевезут в Лувр, где их очистят от копоти и пыли Просушат и приступят к реставрации Удивительно, но уцелели 110 регистровый орган, колокола, а также главные витражи розы Под завалами удалось найти бронзового петуха, украшавшего шпиль Нотр-Дама после реставрации 1841 года Это похоже на чудо, когда падал шпиль, петушок не упал в бушующее пламя, а приземлился возле дороги На нем вмятина, но это не фатально В корпусе гальского петуха спрятаны реликвии, часть тернового венца Христа и мощи покровителей Парижа, святого Дионисия и святой Женевьевы Исторический собор не в первый раз стоит на краю гибели В ходе Французской революции 1789 года в одном из первых векретов Робеспьера говорилось, что, если парижане не хотят, чтобы твердыня мракобесия была снесена Они должны уплатить конвенту сбор на нужды всех революций, какие произойдут с нашей помощью в других странах А позже конвент решил, что все эмблемы всех царств должны быть стерты с лица земли, и Робеспьер Велит обезглавит каменных королей, украшающих церковь Новая угроза нависла после поражения Бонапарта, когда пришедший в упадок собор снова решили снести Тогда его спасла публикация Виктором Гюго Романа «Собор Парижской Богоматери» Популярность романа привела к тому, что в 1841-м началась реставрация, длившаяся 23-го года Сегодня все предстоят заново Мэр Парижа Анн Идальго предложила созвать Международную конференцию доноров с целью сбора средств на восстановление Нотр-Дама Собственно, деньги уже пошли отовсюду Миллиардер Берна Рарна, владелец группы LVMH, Louis Vuitton Moe at Hennessy, готов выделить 200 миллионов евро Другая богатейшая семья Франции Пина готова выписать чек на 100 миллионов Всего предварительной собрали 1 миллиард Работы будут длиться, по прикидкам реставраторов, 10-15 лет А параллельно со сбором денег идет процесс осмысления Франкфурт Ранчка, пишет Шок от пожара в Нотр-Даме охватил общество, которое без того ослаблено Заголовки мировых СМИ отражают общую сумятицу в умах Трагедия для всех христиан и цивилизованного мира Страшное знамение, кара Господня за то, что французы отвернулись от традиционных ценностей Китайская благосфера, обычно индифферентная к европейским делам Вдруг выдала справедливое возмездие за грехи Видимо, китайцы не могут забыть, как французы и англичане в середине их века Сожгли и разграбили в Пекине Уань-Минюань уникальный дворцовый комплекс императора Цен Он тоже долго горел и до сих пор стоит в руинах, которые никто не спешит реставрировать Денег Франции китайцы пока не предлагают Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...